На въезде в аул Бавука стоит памятник советским воинам, которые ценой своей жизни освободили здешние места от фашистов. По словам старожилов, бой за аул был кровопролитным, и местные жители сами потом придали земле тела погибших солдат. Словом, это не просто памятник, это братская могила. Никто не забыт, ничто не забыто. Эти слова на надгробном камне, дань уважения местных жителей своим освободителям. Когда закончился бой, говорит, здесь лед был усыпан трупами и облит кровью. Страшно было смотреть. Вот Дауров Джахпар рассказывал. Страшно было смотреть. Немцев погнали тогда из Псаучьядахи прямо на Исправную и дальше на Отрадную. Сколько блед не минуло с окончания Великой Отечественной. Герои той войны живы, пока жива память о них. Эту память хранит Любовь Уракина. Долгие годы она вместе со школьниками переписывалась с родственниками защитников Бавука. В местной школе хранится заржавевший пулеметный ствол. А кто-то из детворы нашел и принес остров револьвера. По Бавука и по Хумаре именно на реке собрали 67 трупов. Именно на реке. А то, что собрали по Хумаре, по Олу, по Хумаринскому, по Новохумаринскому, похоронили в Хумаре. Там было небольшое, небольшое кладбище, там стоял памятник небольшой, там похоронили. А эти 67 трупов собрали дети, женщины, старики, кто на станках, кто на чем. И все свезли вот сюда, вот на русское кладбище. А уже в 1948 году все воины были погребены здесь, на въезде в три черкесских аула. И вот в канун 75-й годовщины Великой Победы этот памятник будет реконструирован. Мы от лица администрации обратились в Единую Россию, в парламент Карачао-Черкесии, в приемные главы администрации, на что нам обещали выделить средства и помочь в данном нашем, как сказать, большом деле, чтобы значимость еще раз подчеркнуть, насколько мы благодарны тем людям, которые совершили подвиг ради всех нас. Это дань памяти поколению, прошедшему войну, их мужеству и стойкости. Это забота о будущем поколении, чтобы они помнили тех, кто лежит под этой могильной плитой. Алена Баташева, Радамир Князев, Архыс, 24.